МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го канала продолжит информационная программа Воронеж-события-факты. Смотрите сегодня в выпуске. Городские власти планируют вывезти воронежцев на общегородской субботник, но пока не знают, как это сделать. В Воронеже начался отопительный сезон. Уже есть пострадавшие. Год платных парковок, что изменилось после появления на улицах города коммерческих автомобильных стоянок. К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. Турецкие войска начали переход границы на северо-востоке Сирии. Об этом пишет Блумберг, ссылаясь на источник, пожелавший остаться неназванным. Президент Турции 6 октября объявил о подготовке военной операции против курдских отрядов народной самообороны, которые Анкара относит к террористическим группировкам. Задача турецких военных, по словам собеседника агентства, заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы. Ранее отавномная администрация территории на северо-востоке Сирии, где проживают курды, объявила всеобщую мобилизацию в связи с угрозой скорого начала операции турецких войск под кодовым названием «Источник мира». Военный истребитель F-16 разбился на юго-западе Германии, недалеко от города Трир. Известно, что пилот успел катапультироваться. По данным представителя Люфтваффе, истребитель принадлежит США, передает Ройтерс. Место падения оцеплено, ведется следствие. Самолет разбился в нежилой зоне, поэтому никто не пострадал. F-16 – американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, стоящий на вооружении почти 30 стран мира. Ранее, 19 сентября, F-16 бельгийский ВВС разбился во французской коммуне «Ларьян». Пилоты смогли катапультироваться, но один из них зацепился парашютом за высоковольтные провода. Астрономы из Института Карнеги обнаружили 20 новых спутников Сатурна, и теперь их общее число достигло 82. Все они имеют диаметр около 5 километров. При этом больше половины спутников вращаются по тетроградной орбите. То есть направление их движения противоположно направлению вращения Сатурна вокруг своей оси. Спутники пока не получили названий. Любой желающий до 6 декабря может предложить свой вариант на сайте Института. В соответствии с принятой классификацией названий, они должны получить имена в честь божеств индуистской, скандинавской и гальской мифологии. Новости республик бывшего СССР. В Латвии с 8 октября отменили разрешенную на некоторых участках в летний период скорость движения 100 километров в час, сообщил медиапортал Яунс. В связи с этим госполиция просит автолюбителей быть аккуратнее и соблюдать максимальную скорость движения на всех главных автомобильных дорогах, которые теперь составляют 90 километров в час. Ограничение введено в связи с наступлением осенних холодов и заморозков, которые приводят к образованию так называемого черного льда, который незаметен, но очень опасен. В Белоруссии сокращен перечень медицинских противопоказаний к выполнению работ в определенных условиях. Ранее некоторые заболевания являлись препятствием к выполнению отдельных видов работ. Теперь возможности граждан заметно расширились. Например, работать на высоте и на механическом оборудовании отныне можно при таких заболеваниях и состояниях, как обморок, судорожный приступ, инфаркт миокарда и прочее. Также к работе на высоте допускаются люди со сниженным слухом, в том числе инвалиды. Новости Российской Федерации. Федеральная служба безопасности пресекла деятельность группы, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство». Об этом сообщили «Известия». В операции также участвовали сотрудники Следственного комитета и Финмониторинга. Задержаны два человека, у них изъяты экстремистская литература, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, деньги и отчеты по перечислениям средств. В Госдуму внесен законопроект о блокировке пользователей, имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию. Один из его авторов, скандально известный из-за приставания к журналисткам, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишес. По его словам, теперь все почтовые сервисы и мессенджеры объединят под названием организатор сервиса обмена сообщениями. Кроме того, новым законопроектом будут корректироваться положения закона, которые касаются ограничения переписки, в частности, полной блокировки пользователя, а не отдельных сообщений. На Белорусский вокзал в Москву в пассажирском составе, следовавшем из Берлина вечером 8 октября, прибыл вагон с многократным превышением радиационного фона. Об этом сообщил Интерфакс. Превышение было зафиксировано при осмотре вагона на границе Польши и Белоруссии. По данным агентства, следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходил лечение от онкологического заболевания. А вагон осмотрели спасатели и сотрудники РЖД, при этом они сами были без защитных костюмов. Позже пресс-служба МЧС сообщила, что по результатам замеров угрозы здоровью пассажиров, следовавших в поезде, не обнаружено. Экс-начальник пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, назвавшая жителей пострадавшего от паводка города Тулун быдлом, устроилась на новую работу, передает РНТВ. Напомним, в конце августа в соцсетях появилась аудиозапись, на которой Ирина Алашкевич нелицеприятно высказывается о пострадавших от наводнения. Президент Путин во время визита в Иркутскую область осудил чиновницу, и после этого Алашкевич отправили в отпуск на время служебного разбирательства, а затем она и вовсе объявила о своем уходе с высокой должности. И вот стало известно, что чиновница устроилась на работу в архитектурно-этнографический музей Тальцы. Ее новая должность – заместитель директора. Отмечается, что Алашкевич приняли на работу еще 23 сентября, но информация об этом появилась только сейчас. Новости нашего региона. В Воронеже 19 октября пройдет общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке городских территорий. На что будут направлены основные силы по наведению порядка, сколько единиц техники потребуется для этого и кого привлекут на уборку, выясняла Галина Жукова. Месячник по наведению санитарного порядка в рамках подготовки к зиме традиционно стартовал 1 октября и продлится до конца месяца. Основные работы будут направлены на уборку листвы, мусора, приведение в порядок газонов и клумб, подготовку зеленых насаждений к зиме. За октябрь планируется убрать 700 гектаров территории парков, площадей, улиц и бульваров. Помимо этого предполагается навести порядок на территориях, прилегающих к промышленным зонам и учреждениям социальной сферы. Произвести посадку деревьев и кустарников общей численностью полторы тысячи по деревьям и порядка 10 тысяч кустарников и ликвидировать имеющиеся на городских территориях несанкционированные свалки мусора. В месячнике по благоустройству планируется участие широких масс населения с привлечением студентов и школьников. С учетом прошлых лет в нем могут принять участие порядка 80 тысяч человек, обеспечат власти и необходимой техникой. Для технического обеспечения работ будет задействована более 950 единиц муниципальной и привлеченной техники, предприятий, организаций различных форм собственности. В основном будет привлекаться, естественно, самосвальная и погрузочная техника. Общегородской субботник пройдет 19 октября. Помимо чиновников и работников различных структур и учреждений, к уборке территории необходимо привлекать общественность и представители ТОСов, считают в мэрии. Старших по домам и уличкомов. Задача на этот год стоит максимально вывести неравнодушных людей именно вот этот один день и принять участие в общегородском субботнике. Предполагается, что субботник соберет более 30 тысяч человек. Как правило, после таких мероприятий остается открытым вопрос, как скоро улицы Воронежа избавятся от мусорных куч. По мнению Вадима Кстенина, сроки вывоза мусора должны быть минимальными. Чтобы решить эту задачу, теперь руководители управ будут собственноручно следить за тем, чтобы мусор на их территории не задерживался. Уже в следующий понедельник они будут держать ответ о проделанной работе. Галина Жукова, Сергей Пиляев, 41 канал. 1 октября исполнился год с начала работы в Воронеже платных парковок. Реального улучшения ситуация на городских дорогах за истекший год что-то не наблюдается. Что думают об этом дорожном эксперименте эксперты и простые жители в материале наших корреспондентов. Как говорится, чуда не произошло. Радикальных изменений, связанных с разгрузкой центра города от автомобилей, уменьшение пробок или огромной прибыли в городскую казну из-за платных парковок не наблюдается. Да и штрафы за неоплаченную парковку оказались мифом о загробной жизни. Они сейчас просто вне правового поля. Изначально сейчас федеральные законодательства не позволяют госинспекции передавать персональные данные на водителя для того, чтобы административные комиссии выписывали штрафы. Вот такое у нас сейчас законодательство. И когда в таких условиях мэрия пытается буквально через колено нахнуть автомобилистов, выдавая недостоверную информацию через СМИ о том, что смотрите, все платите, мы всех достанем, мы в правовом поле. Вот таким буквально запугивающим средствами пытаются приучить автомобилистов, соблюдать или делать оплату. Но это не красит, конечно, мэрию. Ну и, собственно, прошедшие суды, включая до областного, подтвердили, что те попытки, которые были сделаны, пробные шары, как говорится, они оказались разбитыми в пух и прав. Постановления были отменены. Платные парковки должны были по мысли городских властей способствовать улучшению ситуации на дорогах. Эффект получился обратный. За 8 месяцев этого года количество ДТП по сравнению с прошлым увеличилось на 7%. А самое страшное – смертность на дорогах за этот же период возросла почти на треть. Итого, нормальной транспортной инфраструктуры в городе так и не создана. В Воронеже нужно больше большегрузных автобусов, троллейбусов, нужны скоростные трамваи или хотя бы наземное метро. Вместо этого – огромное количество анархических, колесящих по улицам газелей. Выделены полосы, в конце концов, которые обещают нам 20 лет для общественного транспорта. Когда человек поймет, что автобус едет через город сквозняком, и ты с одного конца города до другой проезжаешь за 30 минут, а на своей машине полтора часа народ пересядет на автобусы. Но и автобус – это еще не все. Должны быть другие условия. Люди не должны возить детей в школы, детские сады за 5, 10, 15 километров. Они не должны ездить на работу через весь город. Вот когда вот это все будет, а я предлагаю, что это не раньше, чем через 15 лет в лучшем условии, вот тогда, ребята, заводите разговор о платных парковках. А простые жители города, кроме загроможденных машинами дворов, тоже особых изменений в связи с платными парковками не видят. Их чрезмерное обилие водителей, мягко говоря, раздражает. Получилось, как всегда, как у нас говорят, хотели одно, лучше, а на самом деле-то я еще пока не знаю, лучше это или хуже. С одной стороны, вроде как бы сделали подъезды, то все сплошным было перекрыто, теперь можно подъехать. Да, но вот оплатить, потом вот эту льготу получить, все остальное пока проблематично. То есть реклама такая, плохая. А так, может быть, и нужны, конечно, определенных. Но уж их столько наделали, и в таких местах, где бы их бы не надо делать. Уж, наверное, как у поликлиники вот это все. Обещанная ликвидация в центре города пробок тоже оказалась несбыточной мечтой. То, что должно было от них избавить, им, наоборот, способствует. Весь проект в чем заключался? По одной полосе движения, и без того перегруженных улиц, оттяпали, раскрасили, все, платите, подъезжайте деньги. Абсурд. Плотность потока еще больше увеличилась, пробки еще больше увеличились. Потому что, если раньше эта часть, крайняя правая полоса, кое-где иногда была пустой, там люди ездили, то теперь даже при абсолютно пустых парковках по этой полосе ездить нельзя. То есть, получается, в два раза заузили проезжую часть, и говорят, пробки у вас исчезнут. Куда они исчезнут? Определенные деньги город от платных парковок, конечно, получает. Но, по мнению экспертов, львиная доля этих доходов пришла в городскую казну в самом начале парковочной эпопеи, когда предусмотрительные водители заранее закупили парковочные абонементы на год. А обошлись они им в полсотни тысяч рублей. Опять огромный поток обещаний о том, что реформа общественного транспорта 2020 года у нас начинается, который приблизит нас к идеалу, как говорится. И там где-то уже метро, разговор о котором я впервые начал, услышал лет 20 назад, а то, наверное, 25. Вот. И вот что-то должно реально начинать двигаться, кроме того, что мэр приступает, ну, на моем веку их, не знаю, 5-6, наверное, сменилось. Вот они начинают с реформы общественного транспорта, 4-5 лет отсидели, ушли, другой приходит, начинает реформу общественного транспорта, через 5 лет уходит. А у нас как был черный нал и беспредел на дорогах, так он и творится в последние 20 лет. В таких городах, как Воронеж, зависшие парковочные реформы по стране полтора десятка. В Санкт-Петербурге, например, штрафов за неоплаченную парковку выписано за два года на 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Но штрафы эти так и остались пустыми бумажками. Реформы, чтобы они были успешными, надо хотя бы доводить до конца. Но в данном случае возникает другой вопрос. А стоило ли начинать? Игорь Захарченко, Сергей Пеляев, 41 канал. Появились первые пострадавшие после начала отопительного сезона. Квартиру дома номер 14 по улице Семилукской Советского района затопило после того, как в отопительную систему пустили горячую воду. Напор был настолько мощным и быстрым, что люди, которые старались собрать воду плотными тряпками, одеялами и даже куртками, не могли справиться. Все имущество испорчено. Пока жильцы пытались спасти вещи, промокли до нитки. По одной из версий, это произошло из-за закрытого спускового крана на крыше. После этого было включено отопление. Разбираться в сложившихся обстоятельствах придется квалифицированным специалистам. Из-за столь неприятных обстоятельств у хозяев квартиры испортился потолок, вздулись обои и пол. По всей видимости, ремонт обойдется в круглую сумму, если, конечно, жилье не застраховано. Елена Цветкова, 41 канал. В Борисоглебске полиция задержала злоумышленников, рисовавших на заборах и стенах домов, рекламу запрещенного сайта. О том, как была пресечена преступная деятельность, подробнее расскажет Елена Цветкова. Эти загадочные надписи на стенах давно уже стали привычным элементом городского пейзажа. Обыватели внимания на них не обращают. А между тем, это реклама наркотиков. Надписи, правда, можно закрасить. Гораздо труднее вычислить и заблокировать сайты, торгующие запрещенными веществами, которые таким образом рекламируют. И если Воронеж давно пестрит смертельно опасными граффити, то в Борисоглебске они появились лишь в сентябре. Эти люди, как выяснилось, размещали рекламу сайта, продающего соли, спайсы и амфетамины. Нарушителей удалось задержать благодаря помощи журналистов, районной газеты, отыскавших видео с камеры наблюдения. Молодые люди приехали в город Борисоглебск из города Ульяновс. Они признались, что ставили рекламные метки и в других городах Российской Федерации. За это получили денежные средства. Их привлекли к ответственности в соответствии со статьей 6.13 Кодекса административных правонарушений. Пропаганда, либо незаконная реклама наркотических средств. К сожалению, форма наказания за такие художества по закону только денежный штраф. Закрашивать граффити тоже за свой счет. Полицейские тем временем направили запрос в Роскомнадзор с просьбой блокировать сайт, через который распространялись наркотики. Елена Цветкова при содействии ГУВД Воронежской области. А теперь о погоде в Воронеже и области. 10 октября в Воронежской области пройдут небольшие дожди. Ветер южный от 4 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в Рамоне и Семилуках плюс 11 градусов. В Борисоглебске, Нижнедевицке и Хохле 12 градусов. В Боброве 13, в Бутурлиновке, Лисках, Острогорске 14, в Богучаре и Павловске 15, в Росоше плюс 16, в Воронеже 11 градусов. Ветер южный 4,5 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Православная Церковь 10 октября почитает память преподобного Саватия Соловецкого, основателя обители на Соловках. Прославление святого состоялось в 1547 году на Московском соборе. Мощи преподобного Саватия в 2016 года покоятся в Свято-Троицком соборе монастыря. 10 октября именины празднуют Дмитрий, Федор, Игнатий, Акулина, Михаил, Петр, Герман, Виктор, Аристарх и Марк. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406, пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19.30, в 20.30 и в полночь по московскому времени. А также на нашем ютуб-канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА